Музыка Здравствуйте, меня зовут Владимир, я работаю в компании РАДОМ, инженер-про-РАДОМ Человек, который хочет построить дом из СИП-панелей у нас в Крыму Может купить себе в принципе любой участок Потому что нет ничего невозможного Но если подходить к этому выбору с экономической целесообразностью Хотел бы дать несколько рекомендаций Уклоны по высоте, они соответственно чем больше перепад на участки Тем дороже будет выходить по стоимости фундамент Материалов уходит больше, трудозатрат больше Это влечет за собой удорожание Определенных каких-нибудь ограничений по уклону мы не практикуем То есть в любом случае есть такая техника как экскаватор Даже если участок очень с большим перепадом Можно какие-то сделать террасирования Какие-то сделать допустим цокольные этажи Ну выйти из этой ситуации Террасирование это разбивка склона на более мелкие ровные участки Получается как ступеньки Идеальный участок это ровный участок Он нам меньше забот приносит и он ведет себя более надежно Из моего опыта уклон на длину дома я рекомендую для столбчатого фундамента не больше одного метра Если есть возможность из двух участков с разным уровнем наклона выбрать более пологий Это может даже, если он будет даже дороже, это может себя оправдать в дальнейшем на строительстве фундамента Облагораживание территории То есть все эти дорожки, террасы и заезды для автомобиля Это все за собой влечет немаленькие деньги Если участок имеет внушительный наклон, это соответственно суммы вырастают в разы Если участок находится, опять-таки, где-то на заболоченном месте Или с высоким уровнем залегания грунтовых вод Придется применять более дорогие виды фундамента, чтобы обеспечить надежность Участок лучше всего выбирать в самый дождливый период года Это, наверное, осень, весна Тогда видно все недостатки данного участка Если, допустим, на участке растет камыш Это говорит о том, что очень высоко залегают грунтовые воды Если вы видите, что соседние дома каким-то образом деформируются То есть какие-то трещины на них появляются Это опять-таки говорит о том, что грунты пучинистые, проблемные И стоит задуматься о том, стоит ли там вообще начинать строительство Иногда борьба с этими проблемами выходит дороже, чем просто купить в любом другом месте участок даже более выгодно Иногда бывает участок на горе, и у него просто в этом месте выходит какой-то ключ бьет Или там грунтовые воды Это самый лучший способ Это, конечно, иметь геологические изыскания Чтобы понимать, к чему готовится при устройстве фундамент Помимо заболоченности и большого уклона Встречаются подвижные группы, так называемые плавуны На плавунах не рекомендуется использовать стопчатый фундамент Так как он не обеспечивает нужную жесткость В этих случаях мы применяем или комбинированный фундамент Или ленточный, или плитный Плитный самый надежный Плавающие грунты можно определить во время дождя Если выкопать траншею, она будет иметь одну геометрию Геометрическую, там прямоугольник Если залить его водой и вы увидите, что дно траншеи приняло округное очертание То есть понятно, что это просадочные грунты И на них строиться не рекомендуется Просадочные грунты в основном встречаются вблизи озер, вблизи рек На больших уклонах, когда не видно никаких скальных вкраплений То есть когда это, грубо говоря, глина или суглинок Насыщается водой и подвижки грунта нежелательные для фундамента Если выходит на поверхность обломки скальных пород Или крупные такие камни То есть в принципе это тоже неплохо Потому что скальные или обломочные галечные грунты Они как бы по прочностным характеристикам Одни из самых лучших И дом практически не подвержен ни просадкам, ни пучинистости То есть эти грунты являются одними из самых надежных И они довольно часто встречаются в Крыму Это радует Благодарю за внимание До свидания Субтитры создавал DimaTorzok